Сегодня у нас предвыборная поездка кандидатов главы Республики Башкортостан Владимира Барабаша в два города Салават и Стерлитамак. Города между собой соседствуют. Это важнейшие и крупнейшие города Республики Башкортостан, в которых сосредоточено огромное количество предприятий нефтехимии. Одновременно эти же города являются проблемными с точки зрения экологии. Думаю, что именно об экологии, здравоохранении и прочих проблемах зайдет речь на встречах с избирателями. В общем, надеюсь, что будет интересно и познавательно. Земельный участок. Вот дом бессрочного пользования. Нам достался от родителей 10,4, но он разделен на одну вторую часть. Вот эта половина наша, вот эта соседская. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За свою карьеру у меня есть в истории два восстановленных крупных завода, которые были в свое время государственными, упали в тяжелое финансовое положение, люди не получали зарплату. И при этом это было городообразующее предприятие, и я их восстанавливал. Одно в Подмосковье, в Зеленограде, одно здесь, в Республике Башкортостан, это город Таймазы. Я построил три новых завода как руководитель команды тоже на территории России, но, к сожалению, ни один из этих заводов не находится на территории Республики, потому что здесь новых строительств особо не было. И вот это то, что является одной из моих болей, потому что я вижу, насколько у нас стало тяжело в Республике именно то, как Республика вошла в начале 90-х, насколько она была богатой, самостоятельной и состоявшейся, и насколько этот потенциал фактически убит за вот это время. В Стератамаке тоже проблема те же Шиханы, сколько уже копий сломано, сколько там развивается ситуация с горой, то есть когда они дарыли первую гору, то есть сейчас они попытались срыть Тратау, когда вроде как это не очень удалось, то есть они пытались заходить через Москву и давить, в принципе, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что одной из причин ухода Хамитова было именно то, что он отказался подписывать распоряжение о том, чтобы передать Тратау для раскопок БСК. Новый глава пришел, считали все, что он как патриот Республики сможет удержать эту ситуацию и не доводить ее до того, что как бы Республика потеряет Шихана, но вот он практически одним из первых своих распоряжений, да, он сохранил Тратау, но тут же отписал Куштау, но на мой взгляд это некорректно совершенно сделано по нескольким причинам, то есть если не говорить о том, что в принципе как бы неправильно, не может один человек принимать решение о том, что вот 4 миллиона лет стояла гора, и вот он своим решением, своим рощерком пера фактически как бы срыл то, что существовало миллионы лет и просуществовало бы еще миллионы лет, там уже там наша бы цивилизация ушла, а эти горы бы стояли. Так нельзя делать, то есть не спросив людей, не поинтересовавшись мнением жителей Стрелятамака, района, тех, на кого непосредственно это оказывает влияние. Второй момент экологический, здесь же как бы в этом, потому что, но я тоже думаю, что вы как никто понимаете ситуацию, что если сейчас начнут раскапывать Куштау, то экологическая ситуация в городе станет катастрофической, потому что все, все, что, все отходы производства, все химия, которая будет получаться в ходе переработки горы, которую они за 20 лет строят, и все равно придут за Тратал, и это все пойдет в воздух, это все пойдет в воду, это все как бы будет в организмах всех, кто здесь живет. И город превратится из там светлого зеленого города, превратится вот как Сибай, будет такая же пустыня химически выжженная. Компания потеряет порядка 80 миллиардов рублей. Люди, которые сидят в Москве или там части из акционеров в Швейцарии, им без разницы, для них 80 миллиардов гораздо важнее, чем жизнь и здоровье жителей Стрелятамака. Зачем вкладывать в новое производство, в ремонт или еще где-то, если можно спокойно доить то, что существует. Фактически там качество сырья в шаханах позволяет без серьезной обработки практически лопатами закидывая в мешки и отгружая. Зачем как бы напрягаться и тратить. И в этом проблема не только экологическая, но и экономическая проблема всей нашей республики. Потому что основу экономики республики составляют как раз корпорации, центры принятия решений, которых находятся не в Уфе и не в республике. При этом обороты этих корпораций зачастую превосходят годовой бюджет всей республики. Насколько они заинтересованы в том, чтобы что-то здесь делать, как-то заботиться об экологии, или как-то поддерживать людей, компенсировать вред какой-то еще. Да нисколько не заинтересованы. Они расценивают это как такой колониальный подход. Приехали, быстренько там что смогли, забрали. Кончилось, но побежали дальше. Основу вообще экономики республики должны составлять местные предприниматели. Потому что это не только налоги, это еще и рабочие места. Это оборот. И самое главное, люди, которые работают здесь, которые живут здесь, семьи которых живут здесь, заинтересованы в том, чтобы этот бизнес был максимально комфортен. Потому что мы же все живем с соседями в ладу, в миру. И если я, например, как предприниматель буду делать что-то плохое, как я буду смотреть своим соседям в глаза? А человек, который сидит в Москве, он не смотрит в глаза никому здесь. Никогда сюда не придет. Посмотрите, опять-таки, ситуацию с тем же Сибаем или с вашим Шханом. Кто-нибудь из руководства БСК, не из тех топ-менеджеров, кого наняли выступать, приехал, поговорил с людьми, выступил перед людьми? Нет. Потому что зачем? Это несоизмеримый уровень. В Сибае, когда уже дошло до экологической катастрофы, когда там катастрофическая заболеваемость пошла по людям, там врачам запрещают выдавать медицинские книжки людям, и результаты их обстоят. То есть лечить лечат, но никакие бумажки для того, чтобы люди могли хотя бы поехать в другой регион или обратиться за компенсацией своему вреду здоровья, это ничего не выдается, этого ничего нет. И власть этому потакает. То есть власть встала на сторону этого крупного бизнеса, с которого они рассчитывают что-то получить. Пусть не в карман, пусть на реализацию какого-то социального проекта. Может быть там футбольный клуб Уфа у нас будет там играть, купит какого-нибудь нового игрока. Но вопрос, насколько это отвечает интересам жителей? То есть я считаю, что в первую очередь надо решить сначала все вопросы с людьми, чтобы не было пенсии по 8 тысяч. Буквально три дня назад Москва объявила о том, что минимальная, не средняя, минимальная пенсия повышается с 17 тысяч рублей до 20. Это не потому, что там действуют другие федеральные законы. Это потому, что Москва как субъект федерации доплачивает к этим 8-9 тысячам, которые платят федеральный пенсионный фонд, доплачивает еще и из бюджета свои деньги. И люди получают 20, потому что когда ты получаешь 8 или 9, вот ко мне на встречу приходят пенсионеры и показывают платежки, показывают квитанции, говорят, я получаю 8 тысяч, и из них 6 я отдаю за квартплату, и на 2 тысячи я вынужден жить в течение месяца. Как можно жить на 2 тысячи, на это продуктов не купишь на весь месяц, то есть даже одному человеку. Вчера зашли, смотрю, чак-чак продается, думаю, красиво, хорошо сделали, молодцы. Читаю, где произведено, республика Татарстан. В Уфе продается татарский чак-чак. Ну, возят по всей стране. Но если мы приедем в Казань или приедем в Челябинск, там не будет башкирской сметаны или башкирского чак-чака, а потому что у нас весь бизнес задушили, потому что у нас даже в погоне за какими-то показателями виртуальными, то есть у нас вся система власти выстроена в этой вертикали, построена на то, чтобы чиновник отчитался перед более вышестоящим чиновником, который его назначил на это место, отчитался, что мы прирастили 2% к такому-то, такому-то показателю. То есть у нас индекс промышленного производства вырос за отчетный период на 2,9. Да кому какая разница, насколько он вырос, если люди стали жить хуже, если у нас пропало производство, если у нас начали загонять всех в этот башкирский продукт, подняли на флаг, что заведут в крупный... Сначала запустили, убили все небольшие магазинчики, запустили пятерочки, магниты и прочее, даже местные башкирские сети. Вот здесь был этот ProTorque компания в Стеральто Маке, семерочка, да. Все, задушили. Хотя это была хорошая местная сеть. В Уфе, кроме них, была еще магнит. Магнит, этот, матрица, тоже как бы, полушка тоже. Все, нет местных сетей. Крупные сети к ним за ручку привели, местных производителей, говорят, все, вот видите, мы вас облагодетельствовали, мы вам открыли огромные рынки, продавайте туда. Но у крупных сетей, там у магнита годовой оборот почти 40 миллиардов рублей. На понимание, у Уфы годовой оборот 24 миллиарда рублей, как у города. Директору центра закупок у них в Краснодаре сидит. У них есть определенные требования к цене и к линейке. Но производит там какой-нибудь производитель, где-нибудь в районе печеньки печет. Он делает там два вида печенек. А у них требования, чтобы он поставлял не меньше шести разных видов. Что делает предприниматель? Его же как бы облагодетельствовали, его же за руку завели туда. Он идет и покупает еще у кого-то четыре. То есть он их покупает в минус, но здесь хоть какой-то плюсик можно получить со своих двух, чтобы хоть не закрыться и не встать на биржу труда, не искать работу. А дальше начинается отжимание по цене. Потому что это крупная сеть. Когда ты переводишь все свои мощности на производство туда, все как бы дальше они говорят. Плати за полку, плати за экспозицию, что было. Плати там за вход. Плати мы тебе все, что не продалось в срок, мы тебе вернем, это твои расходы, мы за них не заплатим. И вообще будем платить со срочкой в два месяца. И все, и местный бизнес тоже загибается. Поэтому у нас нет ни молока своего, ни сметаны своей, ни сыра своего. Белебеевский завод. И тот как бы сейчас пытаются найти каких-нибудь французов, которые восстановят работу завода. Самый простой пример, 6% на ИП, которое мы все платим, кто на упрощенке работает. На самом деле республика может спокойно установить ставку, например, в 1% для определенных направлений. Но вот решил человек на селе открыть парикмахерскую. От его 6% что-нибудь бюджету будет? Да ничего не будет. Но зато он наймет людей, которые отремонтируют эту парикмахерскую. Заплатят здесь, он не будет приглашать из другого района. Он наймет людей, которые у него там будут работать. Люди, которые живут в этом селе, будут ходить сюда, в парикмахерскую. И не надо будет ехать за 40 километров в другой район, для того, чтобы просто постричься. И так во всем. И вот здесь вопрос же стратегического подхода, вопрос любви к своей родине и вопрос ориентирования на людей. У нас большая проблема в том, что у нас практически ни один чиновник не выбирается людьми. У нас практически всех назначают по цепочке. И поэтому, когда его туда назначили, он мало того, что нифига не понимает в тех показателях, за которые он отчитывается, то есть какой они физический смысл носят, то есть как это на людях-то должно сказываться. То есть у нас глава страны может любые там задачи ставить. Вот там поставили задачу республики на миллион квадратных метров увеличить ввод жилья. Хорошая задача, отличная. У нас очередь по социалке на социальное жилье на улучшение жилищных условий двигается на 150 позиций в год по всей республике. То есть это значит, что 150 квартир всего раздается нуждающимся. В этой очереди стоят тысячи людей. То есть дети вырастут, пока человек в этой очереди отстоит и придет в очередь получить квартиру. Миллион квадратных метров может решить этот вопрос. Вроде как благая цель. Что делают у нас чиновники, начиная с Госкомитета по строительству, заканчивая главами районных администраций? Это же Владимир Владимирович поставил задачу. Он же наругает, если мы ее не выполним. Объявляется подворовой обход по ИЖСным домам, которые не поставлены еще на учет в Росреестр. Переписываются эти дома, и в результате у нас республика становится одной из самых больших по вводу индивидуального жилья. У нас из 2,7 миллиона квадратных метров, введенных в прошлом году, у нас больше 50% ИЖС. У нас не строят столько ИЖС. Это просто нарисованные цифры. У нас там почти миллион квадратов просто нарисованный. Потому что надо было перед начальником отчитаться, потому что, чтобы не наругали. Когда людей выбирают, вот если условно говоря, вы выберете своего мэра, на кого он будет смотреть? На тех, кто за него проголосовал, потому что в следующий раз они за него не проголосуют. И вы имеете право к нему прийти, открыть ногой дверь и сказать, слышь, я за тебя голосовал, а ты что делаешь? Ты в чьих интересах работаешь? А когда его назначили оттуда, с главу администрации, с Уфы, главу республики, с Москвы, они все смотрят туда же дальше, по цепочке. Поэтому, возвращаясь к программе, вот как раз основные тезисы, что любые экологические вопросы не должны проходить без обсуждения с людьми. Нельзя принимать решение о любых, касающихся людей, экологических каких-то, гору копать, строить полигон каких-нибудь отходов или еще. У нас в Нефтекамске вообще отходы первого класса собираются закапывать рядом с городом. Только если люди это согласовали, только через референдум. У нас же фактически референдумы запрещены. Хотя на самом деле такие вещи не может решать один человек. Ни владелец завода, ни глава республики, ни какой-нибудь министр из Москвы. Это люди должны решать, потому что мы все здесь живем. И нам здесь жить, и у меня семья живет тоже в Уфе. Дети ходят в обычную школу. Я не хочу уезжать отсюда, но просто на понимание по цифрам, то есть насколько у нас стало плохо с экологией. У нас же нигде об этом нет информирования. Субтитры подогнал «Симон» Прошли встречи кандидата в главы республики Башкортостан. Владимира Барабаша в Салавате и Стерель-Тамаке. Встречи эти были очень разные. Конечно же, в Салавате количество людей, пришедших на встречу, было существенно меньше, чем в Стерель-Тамаке. И вообще Стерель-Тамак я всегда считал и в очередной раз убедился в том, что это город особой активности людей, особых проблем, проблем разнообразных и очень сложных. На встрече, конечно, звучало очень много вопросов. И предсказуемо, конечно, было то, что вопросы были по поводу судьбы Шихан. Вопросы были и по поводу нынешней ситуации во власти в Башкирии. Меня даже, честно говоря, немножко удивила вот эта резкость формулировок. Интересно было то, что, казалось бы, частный вопрос назначения министра экологии очень заинтересовал жителей Стерель-Тамака. Отмечу также то, что в таких кулуарных общих разговорах люди высказывают категорическое нежелание вообще в принципе голосовать за партию «Единая Россия», чего на самом деле раньше не было. По крайней мере, это не звучало вот так вот в открытую. Сейчас каждый первый говорит о том, что он не готов голосовать больше за «Единую Россию». Но это, конечно, объяснимо. Разница лишь в том, что люди теперь об этом в открытую заговорили. В очередной раз это подтверждает мой тезис о том, что начинается кристаллизация мнений в обществе. Люди начинают, наконец, приходить к выводам, начинают связывать причины и следствия. В общем, конечно, движение идет. Очень хорошо Стерель-Тамакцы встретили Владимира Барабаша. Много вопросов. В целом мы очень довольны встречами с избирателями в Стерель-Тамаке и Салавате. Это, безусловно, прогресс, по крайней мере, в нашем восприятии избирателей, которые интересуются выборами, которые хотят идти на выборы. Более того, несколько человек высказало желание работать наблюдателями и членами избирательной комиссии здесь, в Стерель-Тамаке. Мы обязательно этих людей включим в списки, они будут работать на выборах. Более того, мы обращаемся и к другим, тем, кто не смог прийти на эту встречу. У нас штаб всегда готов выслушать, получить ваши пожелания, включить вас в списки наблюдателей и членов избирательных комиссий. В общем, этой поездкой мы очень-очень довольны. Продолжение следует... Продолжение следует...